9 мая отмечали действительно по всему краю, в районе имени Лазов в том числе, поздравили с праздником тружеников тыла, а также организовали концерт в поселке Дурмин. На нем выступили приглашенные артисты из Хабаровска для сельских жителей. Каждое подобное мероприятие — это большое событие. Подробности далее. В поселке Дурмин ветеранов уже не осталось, но живут трое детей войны, они же труженики тыла. С Днем Победы всегда поздравляют Александру Демидову. В этом году ей исполнится 92 года. Во время войны она жила и трудилась в Амурской области. И на полях работали, и пшеничку, хлеб просили, на комбайне ездили, все молотили. Поздравление в этот день принимает и 89-летняя Екатерина Горбунова. В военные годы маленькой девочкой она работала в колхозе в Красноярском крае. Сколько мне, наверное, 11 было уже. Пололи пшеницу, сжали там, потом молотили, вот молотили это зерно. Поселок Дурмин был основан 80 лет назад. Большинство местных жителей работали на Дурминском бандарном заводе. Изготавливали бочки и другую тару для рыбной промышленности всего Дальнего Востока. Во время войны продукцией снабжали фронт. Сейчас предприятие закрылось, население сократилось. В данный момент здесь живет около 600 человек. 67 человек работает в части, 37 в школе. И вот там администрация, кочегары, дом культуры. Все это вот все жители, те, которые работают сейчас у нас заняты. Будем говорить, все остальные, это безработные, это ходят, слоняются. В общем сказать, так, работы нету. Где-то кто-то на вахту может уехать. Для неизбалованных мероприятиями сельских жителей каждый праздник – большое событие. В честь 9 мая золотодобывающая компания Pacific Mining организовала для дурминцев праздничный концерт. Уже второй год подряд в нем участвуют приглашенные гости – фолк-фьюжн-проект «Красные бусы». Красные бусы – звезды Дальнего Востока, победители самых статусных музыкальных конкурсов в России и за рубежом. Сегодня их будет слушать не авторитетные жюри, но от этого настоящие артисты к задаче подходят не менее ответственно. Как бывает, часто говорят, да. А что там стараться, там никто не понимает ничего, в зале сидит. Обязательно какой-нибудь человек найдется, который еще и лучше бывает разбирается. Я не против того, что если к нам кто-то приезжает, почему? Потому что, чтобы дети посмотрели как бы со стороны и не, как говорится, и наши дети, конечно, не хуже, я хочу сказать. Но чтобы, как говорится, посмотрели, как и другие выступают. Может быть, что-то даже, какую-то частицу они возьмут и для себя. «Красные бусы» выступили во втором отделении концерта. В первом отделении на сцену вышли ученики местной школы. В поселке для детей работает патриотический отряд, открытые вокальные и хореографические кружки. «Красные, веселые труда!» «Красные, машины боевой!» После концерта почтили память погибших в Великую Отечественную войну дурминцев. Когда-то отсюда на фронт ушли 79 местных жителей. Их имена высечены на мемориале. Установить его в прошлом году помогла компания «Пасифик Майнинг». Теперь здесь проводятся все подобные тематические церемонии. Для чего это нужно? Для того, чтобы немножко, скажем так, скрасить будни местного населения, приблизить их к краевым, скажем, центрам культуры, насколько это возможно. Праздничную программу для сельчан планируется провести и в следующем году. Ирина Фастовец, Анастасия Незнанова, Николай Трохин, Смотри Хабаровск. В «Пасифик Майнинг» золотобывающая компания около трех лет назад начала геологические исследования участка неподалеку от поселка Дурмин. В земле нашли запасы золота. Если изыскания завершатся успешно, компания получит разрешение. На участке развернется производство. Появятся новые рабочие места для местных жителей. Однако против этого выступают специалисты по охране природы. На этой же территории создано охотничье хозяйство, где обитают амурские тигры. По мнению специалистов, любое вмешательство в природу может негативно сказаться на популяции животных. В прошлом году в нашем эфире встретились представители обеих сторон. Интервью можно найти на нашем сайте.